приветствую сегодня у нас такая погода хорошая я не думаю что в горах будет такая же но любом случае нам деваться некуда будем ехать в наш тур по осетии в один день сегодня я забираю отеля часто забираю популярный отель бумеранг называется вид оттуда конечно не видно ничего конечно хорошего может до 2 этажа да и думаю картина не меня сейчас дожидаюсь туристов и мы поехали если хотите пересесть вперед кто-нибудь смело здесь смотреть еще момент это монумент жертвам схода ледника колка и вот именно до этого места дошел ледник и здесь он остановился то есть вот столько еще там километр остался до населенного пункта здесь вся вот эта пойма реки она была вообще все вот это было снесено ни дороги ничего никакой инфраструктуры не осталось примерно показывал горит вот примерно до деревьев здесь все было завалено горы мощные сильные горы мощные сильные слышали взречения бодрова пророческая либо мы победим этот мир с помощью кино либо мы проиграем но хотел снимать фильмы получилось что не получилось да я говорил вот он оттуда начинаете и вот он туда и уходит а это видимо был как бы такой запасной или как-то бывает да при каких-нибудь камнепадов сюда ехали так вот можно было наверно как-то так сижать систем чем выше даже вот на эти три метра тем еще красиво все еще не наводнилась она не поднялась ну примерно вот есть срез вот а так она может даже еще выше подняться во время паводков в июне сезон дождей нас наступает и эту дорогу чуть выше ее размывает сейчас я всем рассказываю тоже видимо сейчас закончится свадь видимо его не положили чтобы понять они хорошо для укрепления сделали потому что там просто вот от скалы до скалы течет река и туда вот ну вот сюда приезжаясь здесь купить туда уже даже проехать невозможно не пройти не проехать а так бывает потом эскалаторы это недельку расчищают делать заново дорогу надеюсь в этом году так не будет веки все и летом тоже ледяные слюдняков да за кого дачи ну вы сегодня увидите прям чистейшая лошадки себе гуляют сами здорово-здорово и вот здесь вот вот здесь пониже чуть-чуть был основной корпус этого санатория а вот это к нему еще один добавили и там ресторан и гостиницу сделали но выживут она уже сгнила вся а здесь вот это вот как раз и есть кармадон село сейчас там в основном только пограничники ну я не узнавал у там есть какие-то дома возможно есть кто-то здесь есть сейчас мы увидим пару населенных пунктов живут люди да а вот здесь вот посмотрите вот вот сюда вот в пойму реки и вот лес и вот с этой стороны вот это все образовался лес после того как ледники вас гору счесал вот это был тот уровень то есть она вода сюда зашла весь фотки вот этого асфальта плюс-минус вот до сюда дошел то есть вот где мы сейчас с асфальта съехали в этой дороге всей уже не было просто он до сюда дошел и вот тоже ракурс такой был что санаторий и на фоне него вот это как только построили и и потом другая фотка как просто та же фотка только без санатория с этими средняком и это то есть до после он еще местный флора фауна точнее летает слева наверху гриф или ворон снега опять навалила в горах у нас теперь такой уровень ниже еще никто не ждал его в аптеле снега а вот с этой стороны вот туда посмотрите вы там ступенечки как будто в горе белая белая так ступенечки это ледник язык ледника вот так спускается вниз а ледник чуть правее а тот который сошел он его не видно вот за той вот этой темной горой вот за этим за хребтом с той стороны и вот он оттуда падал и вот еще вот этот язык задел и вот это все вниз пошло собирая с собой все подряд и вот это вообще путь дорога туда через вот эту гору там уже казбек это вот путь на восхождение в казбек а казбек восхождение длится ну по-хорошему туда-обратно шесть ночей то есть туда где-то три-четыре и потом обратно уже побыстрее ну вниз понятно попросить ну в любом случае быстро спускаться с пяти тысяч тоже нельзя ну конечно там может что-нибудь случится вон где машины там наша следующая остановка там будет еще покруче видно если просто остановишь чтобы вот это все ближе увидеть оттуда не так сильно видно а оттуда мы вот сам ледник весь увидим ледник называется майлих и он уже как бы по ту сторону в принципе это уже все мы видим последнюю точку России наша Грузия и Грузия как раз таки граница идет прямо по казбеку то есть половина казбека это Грузия половина россия вон на память гимна сена сто рублей фотографии на фоне ледника трагически пупинеку means смотри с другой пупинеку сто рублей скажи можно пошли Гужник, гужник. Там дальше дорога, которая идёт по верху. Она идёт до кармадонских ванн, так называемых. Это горячие источники, генеральные, термальные, так скажем. И там очень круто. Тут везде. Там, знаешь, как встроено. Люди там сделали, а с орудий так камешками выстроили, типа ванночек. И там несколько источников. Они есть. Там 20-30 градусов, там больше 40. И самый горячий – это 57. Свариться можно. Лёг и хорошо. Да, ну туда идти сложно и долго, потому что там местами прям вот такие наклоны. И по тоненькой такой тропинке нужно идти. Чтобы туда пройти, надо вот сюда зайти. И сказать, здрасьте, можно мы туда пройдём? Ах ты, посмотри на этих мустангов. Опа, опа, опа. Опа, опа. Сейчас начнут драться. Это было очень круто. Опа. Ну, как вам тогда попало. Опа, удачи! Можете, пожалуйста, я неigi. В богата, в горячие в Воломбеле. В дороге? Удачи всё. Здесь всего в городе, Сейчас по меситарственном районе в прогнозе. Девушки отдыхают пить я всегда в красивом месте с утра эти дрова никто никак до сих пор не поджег ну уже где-то недельку нет надо приехать я все грыжу грыжусь этим что надо сюда приехать надо приехать потом выходной и такой не никуда не надо ехать я хочу дрова валяться тишина и покой питьевая водичка прямо тут отечет горная талая вода не кого вот он некрополь город мертвых музей под открытым небом по факту кладбище сейчас это объект культурного наследия защищен министерством культуры так всегда приезжают даже на таких автобусах большие экскурсии собирают людей с по гостиницам и едут сюда и дальше в том числе и феогдон и за медаграбин может ездить я даже не знаю их путь не суть суть в том что есть такое даже предложение здесь эту башню видно боевую башню здесь у нас есть здесь место святилища там дальше есть место святилища тут со всех сторон есть святые места вообще в принципе горы в осетии да и принципе думаю чтобы все горы у всех местностей на каждый народ считает что горы это священное место это в горах нужно себя вести всегда аккуратно культурно спокойно придерживаясь норм каких-то определенных так ни в коем случае нельзя ходить в горах тем более все ты турист или туристка вызывающая одежда какой-то очень много вижу таких беспардонных девочек которые одеваются как на трени в липочку где все их ягодицы и железы видны это очень не кайф это делом ты приходишь фитнес-зал и там это наблюдаешь там это смотрится но в таких местах есть люди живут в таких местах и этим самым можно как-то их чувство задеть я не знаю но это вообще не культурно так скажем либо ходят по вот таким местам культурным туристическим с бутылкой пива в одной руке сигаретой в другой руке но это вообще из ряда выходящая ситуация поэтому нужно всегда понимать куда ты идешь зачем ты идешь и где это находится как могут на тебя посмотреть и осудить или не осудить вот так вот такие горы красивые такие места охренительные жили здесь люди и живут до сих пор так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Водопадов пока еще не видно Мы находимся на одной из излюбленных Локаций всех туристов и местных Это Медаграбинская долина Здесь долина водопадов Сейчас ни одного водопада вы не видите Они все замерзшие Их здесь много Если присмотреться, можно увидеть замерзшие струи Но здесь находится самый высокий в Европе водопад Высота падения 800 метров Вот где ледник заканчивается Оттуда вот так вниз падает водичка Называется Большой Зигелан Зигелан переводится с осетинского Как падающая лавина Вот если присмотритесь, видите, вот кусочек такой Это просто там ручеечки, как бы это не водопад А вот вдали, видите, прям вот такая ниточка Понимаете? Да, да, да Вот это вот водопад, ближайший, к которому все ходят То есть дорога, где заканчивается Оттуда по руслу наверх поднимаются К этому водопаду А справа от него Мы бы сейчас его видели Он бы про вот это все бы Вот этот весь склон, вот он весь это падает Но он только в июне будет виден Может в мае, может в июне Мне когда здесь было озерцо На котором был лед И вот этот вот импровизированный пирс На котором я тут плясал, выплясывал Теперь он сломан Потому что вода ушла Ждем паводков Точнее не паводков, а таяние ледника Чтобы все наполнилось опять снова И люди сюда будут приезжать Смотрите Смотрите Почти черный плащ Ну как? Ну не приезжай Классно? Да Сейчас попробовать, ладно? Валерий Угу 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 Субтитры сделал DimaTorzok Погнали Вот здесь лучше перешагивать Как ступенька Диана на моем опыте первая Кто правильно перелезла А то у всех ноги не гнутся У тебя-то понятно Я говорю про девочек Они все как-то косо-криво лазают Ну ничего Кровяка есть Кровь есть Сейчас класс тогда Плохо Плохо Не страшно Сейчас смотрю Это уже паркурщики А вот этот камень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно в принципе его так Субтитры сделал DimaTorzok У нас тут опять Зима пришла Зимушка-зима Топаем Как-то Топаем Хочешь увидеть красоту Задяться и зиму Вернуться В апреле В апреле Месяце Есть один плюс Отсутствие ветра Нет ветра Нет ветра Это будет Сейчас не потанцевали А? Можно медитировать здесь Редкое явление Облака? Ну Еще реже Когда наверху Нет облаков Значит Все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас у нас время кофе Вот здесь, в живописном таком месте Будем кофе пить, а были вот там Вот там, наверху Хорошо такая природа Жизнь Добро Красота Не устаю удивляться этим всем местам Как здесь хорошо всегда В любое время года Хоть каждый день сюда ехать Я, в принципе, практически так и делаю Сейчас подождем кофе Попьем Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приехали оттуда Нет Мы оттуда приехали Откуда оттуда? Мы, я имею ввиду, поднимались-то с целью Нет Мы с горы спустились в другую сторону А, да? Мы сейчас не через тот город поедем? Нет Нет А, серьезно? Ага Ладно Ладно Где она? Смотри, какая она Любишь ты животных Ты ему, тебя нет, ему дать Ну и ладно, я погладу Почешу Зато ему есть что тебе дать Да Вот у него вон ухо, он это Бирка была, кто-то вырвал Ну или сам может тоже сочесаться Да, это чей-то зуб, наверное Челюсть нижняя, лишь упала Не упала, а губа нижняя Эх Везде красиво А я думал, это тот же городок Откуда мы приезжали? Мы уже в турнире находим Мы сейчас где-то выйдем Мы сейчас выйдем где-то в Грузии, наверное Нет, вот эта дорога ведет в Южную Осетию А, в Южную Осетию? Нет Там, смотри, там дорога через туннель Да, там вот раз туннель, там два туннель Там вон три туннель Что за речка? Ордон Она прям вот такая вроде